В Ишкеке прошло мероприятие, посвященное событиям 80-летней давности, когда были репрессированы тысячи людей, многие из которых были расстреляны. На конференции приняли участие историки Кыргызстана, Казахстана и России. Также ученые дали оценку событиям в Казахстане, когда в результате Гладомора погибли многие казахстанцы. Подробности далее. В период наиболее массовых репрессий, так называемый большой террор, пришелся на 1937-38 годы. Сотни тысяч людей погибли тогда в лагерях, осужденных по политическим мотивам врагов народа, расстреливали. Во времена массовых репрессий арестованы и расстреляны многие видные деятели и по всему Советскому Союзу. Без глубокого всесторонного изучения политической репрессии в Казахстане, в Кыргызстане, в Советском Союзе, мы не можем понять нашу историю 20-го столетия, нашу историю советского периода. Мы не поймем. Поэтому эта тема, я думаю, что сегодняшняя, которая является предметом сегодняшней конференции, является очень актуальной. И она, я думаю, будет иметь положение. И эту тему мы должны обсуждать вместе. На встрече представителей науки Кыргызстана и Казахстана. Вспоминая те страшные годы, историки отметили и то, что благодаря кыргызам братский народ не погиб от голода. По официальным данным, более полутора миллиона человек, составляющих на тот момент примерно четверть населения республики Казахстан, погибли во времена Голодомора. Наш народ сам был в плачевном состоянии. Но все равно кыргызы протянули руку помощи и открыли детские дома для казахских детей, обеспечивали их питанием. В те годы был большой наплыв беженцев. Сегодня главное не забывать трагические события прошлого. Об этом должны помнить и подрастающее поколение, считают участники конференции. Хочу от имени всего казахского народа выразить искренние слова благодарности кыргызам, кыргызскому народу, которые в годы голода приютили более 100 тысяч этнических казахов, которые нашли здесь спасение, приют. И многие состоялись как видные государственные деятели, как ученые, как общественные деятели. Поэтому казахский народ об этом всегда помнит. Точные масштабы репрессий до сих пор точно не установлены. По примерной оценке с 1930 по 1953 годы к смертной казни было приговорено не менее 800 тысяч человек. Концентрационные лагеря прошли около 18 миллионов, в том числе около пятой части осужденных по политическим статьям.